КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ Исследовательский вопрос. Почему политика коллективизации привела к великому бедствию? Сегодня некоторые специалисты на основе детальных исторических изысканий делают вывод о том, что, например, в структуре казахского аула бай играл совершенно иную роль, нежели феодал в структуре земледельческих обществ. Его имущество было своего рода страховым фондом всей родовой общины. Экстремальный характер природной среды, высокая зависимость скота от природных катаклизмов, постоянная внешняя угроза для малых кочующих родовых единиц создавали реальную опасность голода. Массовая коллективизация и ликвидация баев как социальной группы привели к общей национальной катастрофе. Нуршултан Абишевич Назарбаев. В потоке истории. Алматы. Атамура. 1999 год. Страницы. 244-245. Крайне тяжелыми последствиями обернулось так называемое раскулачивание. Мероприятие по ликвидации кулачества и байства как класса. В Казахстан были привнесены чуждые для него экономические воззрения. В Казахстане никогда не было крепостного права. В казахском ауле не было классовой борьбы в европейском понимании этого термина. И поэтому уничтожение байских хозяйств это было совсем не то, что борьба с кулачеством в других регионах. Уничтожение байства повлекло за собой непоправимые последствия. Да и сложно было выделить кулачество в кочевом обществе. Потому что человек, у которого в семье было две лошади, записывался в кулаки. Но в условиях кочевого скотоводства количество скота у казахов всегда было значительно больше. 27 августа 1928 года принят декрет Центрального исполнительного комитета и СНК Казахстана о конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и полуфеодалов, по которому разрешалось конфисковывать байские хозяйства, а их владельцев выселять и высылать. 30 августа была принята инструкция по применению постановления ЦИК и СНК Казахской АССР о конфискации байских хозяйств. Сложно было назвать судами «сталинские тройки». Некомпетентные суды в составе трех человек могли выносить смертные приговоры. Приговор подписывался кем-то из секретарей ЦК, чаще всего самим Голощокиным, который, не скрывая своих взглядов, говорил, что не становится ни перед какой кровью для достижения своих целей. Самое страшное для экономики Казахстана – это катастрофа, постигшая животноводство. Животноводство – это основа сельского хозяйства Великой Степи. Накануне коллективизации в Казахстане после успешной политики НЭП было 40,5 миллионов голов скота. После коллективизации остается 4,5 миллиона. Остальной скот уничтожен, вывезен, распродан. Эти цифры говорят о том, в какое состояние пришла экономика и в каком положении оказались простые люди, крестьяне-труженики. Они были обречены на голод. Все эти мероприятия привели к трагическим событиям начала 30-х годов. В результате проведения силовой коллективизации сельского хозяйства в Казахстане разразился голод, который по своим масштабам превысил голод 1921 года, превысил все джуты предыдущих лет вместе взятые. И самое страшное, что голод был вызван только одним руководством, которое принимало непродуманные решения и внедряло их в жизнь тоталитарными командными методами. В это время не было природных катаклизмов, в это время не было внешней военной угрозы, но события начала 30-х годов по степени жертв сопоставимы с октабан Шабурунды, с событиями джунгарского нашествия. В феврале 1932 года в Казахстане 87% коллективных хозяйств и 51% 0,8% единоличников полностью лишаются своего скота. Это и подрыв экономики, и обречение людей на голод и гибель. В 1932 году от голода погибает 313 тысяч человек. В 1931 год смертность достигает 755 тысяч человек. В 1932 год погибает более 769 тысяч человек. Всего в период 1930-1932 год потери от голода, эпидемий и других лишений составили 1,750 тысяч казахов. Это 40% народа. В городе Нур-Султане есть памятник, никто не может равнодушно пройти мимо него. Жители, гости столицы останавливаются, задумываются и ужасаются. Памятник показывает в стилизованном форме трагедию казахского аула, трагедию народа в начале 30-х годов. На открытии памятника Ельбасы сказал о том, что причиной массовой гибели людей стала жестокая политика советского режима. Это нельзя забыть и ни в коем случае не должно повториться. Тотальные репрессии и голод вызвали массовый отток населения. С января 1930 года по июнь 1931 года снялось более 280 тысяч хозяйств. Около 1 миллиона 700 тысяч человек. За пределы республики выехали многие представители нашего народа. Выехали в Китай, в Монголию, Турцию, Афганистан, Иран, Западную Европу, Северную Америку. Мегрировало свыше 1 миллиона кочевников. Из них 616 тысяч безвозвратно и 414 тысяч впоследствии вернулись в Казахстан. Всего за пределы Казахстана в данное время проживает около 4,5 миллионов казахов. В том числе в 14 государствах бывшего СССР, в 25 странах дальнего зарубежья. В республике произошло снижение численности не только казахов, но и представителей других национальностей. Последствия политики геноцида. Из 6 миллионов 200 тысяч жителей республики в 1931-1933 годах погибло от голода около 2 миллионов 100 тысяч человек. Потери некоренного населения составляют 400 тысяч человек. Прежняя численность казахов была восстановлена спустя почти 40 лет. В 1969 году. На 1 января 1933 года республика насчитывала всего 4,5 миллионов голов скота. Не молчали лучшие умы казахского народа. Не могли спокойно смотреть на политику геноцида, на бедствия казахского аула. Алихан Бакиханов, Ахмед Байтурсынов, Манбаев, Садвакасов, Сакен Сейфулин и многие другие лидеры казахской интеллигенции, представители культуры, представители политики, экономики. Практически все, кто обращал внимание сталинского руководства на проблемы Казахстана, были репрессированы. Многие погибли. Крупный хозяйственный деятель, выдающийся политик и писатель Турар Рыскулов прямо обращается к Сталину. Он прекрасно понимает, чем это грозит лично ему. Но не мог патриот своего народа спокойно взирать на бедствие. Отправляет Сталину письма 29 сентября 1932 года, 9 марта 1933 года. И в них очень подробно и ничего не скрывая описывает ситуацию. Он понимал, чем это ему грозит, но для того, чтобы облегчить судьбу своего народа, идет на этот героический поступок. Перед нами памятник жертвам Голда начала 30-х годов в городе Павлодар. Особое место в общественно-политической жизни Казахстана начала 30-х годов занимает письмо Пятерых. Выдающиеся представители казахской интеллигенции в июле 1932 года Мусрепов, Гатаулин, Давлит Галиев, Алтынбеков, Куанышев написали письмо Голощокину, в котором очень правдиво и красноречиво показана вся картина бедствий народа, связанная с его необдуманными шагами. Памятная доска о жертвах Голода в Казахстане начала 30-х годов. Шетский район, Карагандинская область. Во время коллективизации в республике произошло 372 массовых выступления и восстания. По неполным данным в восстаниях участвовали около 80 тысяч человек. Причины вооруженных выступлений. Принудительная коллективизация. Разрушение векового уклада жизни. Раскулачивание середняков и бедняков. 7 сентября 1932 года ЦК Компартии большевиков принял постановление о сельском хозяйстве и, в частности, животноводстве Казахстана. Недостатки постановления. Было принято слишком поздно. Нет ни единого слова о голоде, лишениях народных масс, о катастрофическом падении животноводства и о причинах их породивших. Руководство КАС Храйкома и СНК Республики, Калащокин, Исаев, Курамосов, Ерназаров, Голодов, оказавшиеся политическим банкротом, не понесло никакой ответственности перед народом. В феврале 1935 года состоялся съезд колхозников-ударников, которые принимают новый примерный устав в сельскохозяйственной артели. Да, уже появляются достижения и в колхозной новой системе. Благодаря уму, талантливости, деловым, трудовым качествам нашего народа ситуация начинает улучшаться, люди работают, производство стабилизируется и улучшается. В это же самое время завершен переход казахов от кочевого хозяйства к оседлому. Это происходит ценой огромных потерь. Одна из причин перехода к кочевому хозяйству – увеличение поголовья скота. При переходе к оседлому скотоводству скот согнали в маленькие по площади ограниченное пространство, что вызвало массовый джуд. Несмотря на все эти перегибы, народ выстоял. Потери были непоправимыми. Погибло свыше двух миллионов человек. Почти половина населения Казахстана погибли вследствие голода. Подведем итоги нашего урока. Уже ко второй пятилетке были заметны достижения в области механизации сельского хозяйства, в области улучшения сельскохозяйственной культуры, обработки земли в больших христианских хозяйствах. Все это было достигнуто ценой героического труда нашего народа. Осуществление сталинской модели коллективизации принесло непоправимые последствия на нашу землю. Более двух миллионов людей, два миллиона сто тысяч умерли страшной, голодной смертью. И нужно сказать, что не было джута, не было внешней агрессии, не было природных катаклизмов. Гибель этих людей лежит целиком и полностью на совести сталинской тоталитарной системы. По масштабам катастрофы голод начала 30-х годов сопоставим только с Аксабан Шубурунды годами великого бедствия времен джунгарского нашествия. Гибель 40% населения Казахстана нельзя оправдать ничем. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok